Дима, почему ты обучаешь людей? Я бы сказал, что я их не обучаю, это неинтересно. Я хочу, чтобы они свою жизнь улучшили, подросли, стали круче. И вот это то я очень сильно кайфую. Когда моя ученица ставит планку в 10 тысяч рублей, у меня есть практика по деньгам, даже две практики, даже три практики по деньгам, и она ставит планку в 10 тысяч рублей, а ей за месяц приходит 99 тысяч рублей. Я в этот момент чувствую, что папочка делал все правильно. Ну, в смысле, дочурка подросла. Вот у меня такое именно ощущение. Когда мой ученик прокачался по словесной импровизации, познакомился с девушкой, либо он убрал у себя социофобию и вошел в отношения, он нашел девушку, они встречаются. Папочка сделал как надо, понимаете? Вот у меня такой, что сынулька наконец-то решил свою проблему. И не просто решил, а стал круче, стал лучше. Его ждут, конечно, другие какие-то сложности в жизни, задачи, он это все будет делать. Но в итоге я смог ему помочь, я смог его подтолкнуть. Давай, ножками своими, иди, беги, беги на свет, на солнце, на счастье. И он такой бежит по травке, и писечка такая у него развивается, и травка его щекочет. Мой сынулька. И вот сейчас я вам все это рассказал, это не говорит о том, что я педофил, а говорит о том, что я подрос, потому что когда-то давным-давно я рассказывал, что, опять же, во блоге, что я это делал ради того, чтобы не бросать людей, они там плачут, страдают, они смотрят потолок. Он или она сидит и задают себе вопрос, что делать дальше? Я не хочу так жить, как сейчас. Я хочу тусить, я хочу общаться, я хочу уйти вот от этого замкнутого круга, безумной тревоги. Что делать? В гугле всякий трэш-мусор, всякие псевдоспециалисты. Найдите себе друзей, которые хуже, чем вы. Трэшовые советы, да? Ничего не работает. И они остаются наедине со своей проблемой. Вот я думаю, что каждый из вас это испытывал в состоянии, когда вы не знаете, как решить проблему, и больше вам никто не поможет. Никто вообще, все, никто. И вот этот человек, он сидит, ему страшно, тяжело. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы он загуглил, нашел меня, посмотрел и понял. А вдруг работает? Я, конечно, ему еще не верю, потому что он может быть такой же, как другие болтуны. Ну а вдруг сработает? Я проверю, я запущу, я посмотрю, я внедрю. Сработало. А вы видите, да? Изменилось. Теперь для меня это совсем другое. Для меня это важно, чтобы ребенок мой подрос. А это вы мои, получается, что вы все мои дети. Позаписаться ко мне на практику. Вы мои дети, я хочу вам добра. Это уже мудрость, понимаете? И скромность. Нет. Скромности нет, только мудрость. Скромность, кстати, не про меня, поэтому... Когда ты займешься стендапом, Дима? Я еще похож на стендапера? Да. Наверное, чтобы стать стендапером, мне нужно относиться ко всему с юмором, а я слишком серьезен. Нужно научиться вообще везде искать какие-то шутки, какие-то смешные ситуации. Нужно быть, наверное, маньяком в этом плане. Но я бы не хотел. Может быть, я оставил бы это как хобби. Может быть, да, чтобы это было такое хобби, когда можно отжечь, да, куда-то прийти. Но я бы не хотел на этом зарабатывать деньги. Мне нужно решить, наверное, финансовый вопрос, чтобы я об этом больше не думал и мог наслаждаться чем? Стендапом. То есть, ребята, вы ко мне записываетесь тысячу человек на практику ко мне. Тысячу человек. И я уже могу, ну, лет пять так... Ну, ладно, на два года я точно могу забить на работу. Что я буду только вести этих тысячу человек. И я буду тогда прокачивать стендап. И вы будете видеть самые потрясающие, великолепные видео, которые только выходили на канале Ютуба. Где я буду отжигать по стендапу. Ну, это получается, что каждому зрителю нужно пригласить еще десять человек. Как минимум. Да. Это не так уж и... Свою бабушку, свою племянницу. Особенно бабушек зовите. Это мои... Любишь бабушек? Я не люблю их. Я просто танцую, когда на улице, когда с партнершей, то... Самая лучшая почитательница меня, которая мне хлопает, говорит, боже, боже, вот тебе лови трусики мои, это бабушки. Дедушки, кстати, сейчас активизировались. Раньше были только бабушки. А сейчас ко мне дедушка подошел как-то недавно и говорит, с бацей что-нибудь. Я за тобой давно наблюдаю, мальчик мой. Станцуй. Я такой говорю, ну я сейчас не могу. Типа я просто присел посидеть, отдохнуть и говорит, ну ты так классно танцуешь по сравнению с другими. Вообще просто необычно, я бы даже сказал. Эх. И ушел. Вот у меня дедушка почитатель. При том, что он знает у меня уже два года. Ждал меня. В этом сезоне. Как ты воспринимаешь, что что-то необычно танцуешь, это комплимент? А я ставил такую цель. Я хотел отличаться от других. Я хотел, чтобы меня замечали. Я хотел, чтобы меня замечали. И на этом контрасте с обычными людьми я был необычен. Поэтому даже если он имел в виду, что блевать хочу от твоих танцев, ты ужасно танцуешь по сравнению с другими. Ты просто отвратителен. Все же он тебя выделил, да? Он меня же выделил, это самое главное, поэтому все хорошо. А такая задача у меня была. А как ты ее решал? Я задавался вопросом, как быть, как отличаться от других. Я наблюдал за теми, кто отличался от других, которых замечали. Я копировал их, я придумал что-то свое. И в итоге вот он я. Мне на это потребовалось не так уж много времени, на самом деле. Полгода, наверное, чтобы дойти до озарения, как делать, чтобы я был другой, чтобы я отличался. Но есть нюансы, да? Меня замечают люди, которые не в теме танцев. Ну, например, если я на турнире, то там такие тоже есть, да? То есть они тоже задавались вопросом, как отличаться? И вот нас уже, получается, пять, которые похожи, потому что мы как бы старались отличаться. Получается, что нужно следующий вопрос задавать. Как отличаться на турнире по сравнению с другими? Это уже другая цель. Пока такую цель я себе не ставил. Ты еще соревнуешься в танцах? Последний мой турнир был в апреле, в мае, да, получается. И после этого я решил завязать с турнирами. А сейчас сентябрь, да, и получается прошло уже достаточно много времени. И были турниры, я не ездил. И как бы мотивации как таковой нет. Если я буду выходить на турнир, я попробую все-таки выходить с целью побеждать, но не слишком прям там суперклассно. Как ты думаешь, это может быть потому, что ты закрыл свою цель взять призовые места, и все, дальше тебя отпало мотивацию? Я встретил девушку, и я был в нее влюблен. А когда ты в танцах встречаешь девушку, я встретил ее в танцах, то в какой-то момент ты думаешь, зачем танцевать? Просто у меня есть гипотеза, я очень кратко про нее расскажу вам, ребятам, что когда люди приходят в танцы парные, есть два вида людей. Люди, которые приходят, чтобы найти партнера, и они танцуют, пока не найдут партнера. И есть люди, которые действительно танцоры. Действительно танцоров их не так много, 2-5% в общей тусовке. Все остальные пришли, чтобы найти партнера. Как только они реально находят собой партнера, они уходят из танцев. Ты оказался вторым. Я оказался не танцор, к сожалению. А может быть, к счастью, может, это все-таки хорошо, что это не мое. Поэтому я с вами, ребята. Видишь, мы уже за это видео насчитали, что ты педофил, герантофил и... Герантофил это по бабушкам, да? Да. А, я не знал, просто теперь узнать. И что, любитель мужчин? Любитель, да. Любитель групповых с мужчинами. Как это он называет? В смысле, ты хочешь оставить ту часть, где я говорил МММ? ММММ? А хотел бы ли ты попробовать втроем? Мужчина, мужчина и мужчина. Если будете продолжать смотреть мой канал, то, я думаю, вы обо мне еще много что узнаете. Понимаете, я не хочу быть как все. Я не договорил. Ну да. На канале очень много гуру. Хотите стать лучше? Вам нужно каждый день заряжаться энергией благодарности. Понимаете, вот эти люди, они слишком очень серьезные. Эти люди слишком заточены вот на то, что... Я не знаю, как по-другому сказать. Они задроты. В какой-то момент я тоже был таким. А потом понял, а ради чего я это делаю? Ради что? Чтобы еще больше накачать свои губы? И сказать, какой я умный? Я понимаю, что это не мое. Я понимаю, что я хочу, чтобы вы видели, во-первых, меня как живого человека. Потому что, когда они такие... Энергия благодарности, здоровье, здоровье, деньги, любовь. Они не настоящие в этот момент, ребята. Когда вы с ними встретитесь в туалете, они будут делать так... Что я сегодня съел? Либо они будут спать ночью, у них слюна по подушке, либо они пукают. Что я все о какашках? Но они переживают. Они люди, да? Они начитались вот этих саморазвивающихся книг и думают, что вот они стали такими гуру. Нет, они все такие. Они такие же срущие люди, как и остальные. И вы точно их можете увидеть совсем другими. Но на видео они хотят показать, какие они лапочки. Но я хочу вам сразу это показать. Поэтому прямо сейчас здесь я это сделаю. Сейчас, подождите. А, нет! В общем, я стараюсь показать себя таким, какой есть. И немножко релакс-атмосфера, да? Немножко все-таки вот эту важность и сложность борьбы. Все это снизить. Все-таки больше жить, чем постоянно преодолевать проблемы. Я думаю, что это очень важно. Ну, я думаю, нужно добавить то, что все-таки ты не какой-то извращенец. Это мы просто шутим. Это самое важное. Я извращенец, ребята, не слушайте ее, а я извращенец. Если кому-то нужна помощь в плане извращенства, приходите ко мне. Все извращенцы, ты в том числе. Ты вообще особенно. Знаешь, до чего я додумалась? Что по-гречески у них там же есть разные виды любви. Есть филия, есть эрос, есть агапы, да? А филия – это самая дружественная, добрая, платоническая любовь. Поэтому педофилы – это все педагоги должны быть педофилами. Ну, просто по семантике слова некрофилия – это дружественная любовь к мертвецам. Хорошо, что мы ЛГБТ еще не обстебали по полностью. Давай еще один вопрос, и мы завершаем на сегодня праздник. Ты бы хотел оставить след в истории человечества? И какой особо тебе довелось? Хороший вопрос. Наверное, когда-то я хотел оставить след в истории, а теперь подумал, какая разница. Ну, это не должно быть обязательно ассоциироваться со мной. Я могу просто оставить след. Да, и никто не будет знать, что это ты. Но если я принес пользу миру, я же уйду на тот свет с этой мыслью. Но это уже хорошо. Поэтому, наверное, все-таки для меня не так важно быть популярным в этом плане. А если все-таки я принес пользу, почему бы нет? И все-таки надо поблагодарить за этот мир, что я сюда пришел. Господи, почему я так грустно, когда я так говорю? Все равно нужно отдать какую-то благодарность, да? Что-то отдать этому миру. Люди каждый день отдают этому миру как минимум один раз в день. По утрам, кто-то вечером, кто-то днем. Но это все бесполезно, потому что сливается в реку. И хотелось бы, чтобы каждый из нас это делал не только по утрам, я хотел бы, чтобы вы поставили лайк под эти видео, подписались на этот канал и написали комментарий, Дима, я тебя люблю. Я люблю тебя просто так. И если даже вы это уже сделаете, это лучше, чем просто сходить в туалет и оставить миру что-то другое. Мне нравится, я прослезилась. Да я держусь до последнего. Не держись. Почему я не извращенец? Я не скрываю это, я только не знаю, что значит извращенец. Может быть, какие-то вещи, которые я делаю, они будут считаться извращенцами. Но так вы тоже извращенцы все. У каждого какая-то скрытая сексуальная фантазия. Кто-то скажет, нет, 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 я не такой. Иначе вы просто еще пока не встретили какого-то человека, который вас будет стимулировать на это. Спасибо.